Привет! Это Ольга Мурера и блог-фотографа-интроверта. Сегодня я хотела бы рассказать вам об апатии, в которой оказалась в самый пик карантина, и о том, как я из неё вышла и какое упражнение я сделала. Карантин оказался для меня таким временем, когда обострились все мои сомнения, страхи и вот эти болезненные переживания относительно моей работы. А это случилось потому, что я потеряла опору, то есть у меня перенеслись, либо отменились все мои съемки и свадьбы, которые были запланированы на апреле-май, и так вышло, что я осталась сама наедине со своими какими-то мыслями. Я зависала в инстаграме, смотрела, как люди что-то делают, как они проводят там по 15 прямых эфиров одновременно, и у меня сложилось ощущение, что карантин это такое время, когда нужно срочно действовать, нужно срочно что-то делать, нужно что-то, я не знаю, организовывать, что-то публиковать, и тебя заметят, и всё это сразу выстрелит, просто потому что сейчас большинство людей сидят в онлайне. То есть это было такое грандиозное надо, надо что-то делать, надо воспользоваться моментом, иначе будет слишком поздно, когда карантин закончится, надо, надо, надо. И это такое было надо, которое было не очень понятно вообще, что я должна делать. То есть это было как в сказке, иди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. То есть это какое-то такое немотивированное надо, и непонятно вообще как с ним быть. И я нашла себя в той точке, когда есть много апатии, нет никакого потока, и такое обострённое чувство, собственно, никчёмности. То есть все люди могут, а я нет. У меня были всякие планы и список дел, которые я должна была сделать, например, по моему сайту, я хотела заниматься его обновлением. Но на все эти дела у меня не было вообще никакой энергии, потому что я ждала от себя чего-то грандиозного, что я должна сейчас сделать. И, в общем-то, поэтому я ничего не делала вообще, никуда не двигалась, стояла на месте. Такие вот состояния низкой энергии, к сожалению, со мной случаются часто. В последние годы их стало поменьше, и они проходят более спокойно. Я думаю, что это потому, что стало больше работы, и бывает, что нет времени на вот эти вот, на эту мыслемешалку. Но в состоянии карантина всё вот это вот вышло на передний план и обострилось. Но вообще, мне кажется, что вот такие вот вопросы, как «Почему я такая никчёмная? Я никогда с этим не справлюсь? Я не знаю». «Что обо мне подумают уважаемые люди?» Вот эти вот вопросы, они сильно отравляют жизнь вообще любому человеку. А творческому человеку особенно. И на все вот такие вот мысли уходит очень большое количество энергии, которая могла бы быть направлена на продуктивность, на постепенное движение к своим целям, на постепенное выполнение работы, на постепенное, я не знаю, создание и воплощение в жизнь каких-то проектов. Когда ты не можешь сесть за дело, можно называть себя ленивой задницей. Но мне кажется, что это не совсем продуктивно. Потому что что такое лень? Лень — это данность, это то, что у нас, с нами, я не знаю, при рождении, это какая-то наша неотъемлемая черта, от которой мы не можем избавиться, как, например, от формы глаз или формы носа, или я не знаю, чего-то такого еще. А во-вторых, если ты называешь себя ленивым, то получается, что ты считаешь, что с собой можно обращаться только с помощью кнута. То есть постоянно себя подстегивать, куда-то гнать и вообще обращаться как с каким-то, я не знаю, с животными. Наверное, даже с животными поступают человечнее, чем некоторые люди обращаются сами с собой. Если мы назовем это состояние низкая энергия вместо лени, то получается, что у нас есть такая опора, на которую мы можем опираться и задавать себе вопросы. Например, а что я могу сделать, чтобы энергии стало больше? Как я могу сам себе в этом помочь? И мне кажется, что вот такой подход, он гораздо человечнее и продуктивнее, самое главное. В общем, я сидела, ничего не делала, изводила себя по этому поводу. И вот в таком состоянии у меня была консультация с психологом. Да, я работаю с психологом, и я считаю, что это самая лучшая инвестиция, которую я могла сделать в себя. И если вдруг у вас есть возможность такой работы, то этой возможностью лучше не пренебрегать. В общем, моя психолога задала мне вопрос. Оля, а что ты хочешь? Это такой простой вопрос, но я не знала, что на него ответить. Я просто потеряла всю свою чувствительность к тому, что я вообще хочу. Кроме каких-то глобальных вещей, типа, там, больше работы, я не знаю, стать лучше фотографом, чем я есть. Ну и каких-то вот таких вот вещей. А что-то такое более понятное и конкретное, я вообще не понимала. Что мне надо, что я хочу, и вообще хочу ли я чего-то вообще. То есть, я не знаю, если вы смотрели Масяню, с Масяней прошла моя юность. Там в одной серии Масяня сидит на кухне и прочитает. Вот сижу-то я тут одна, ничего-то мне не хочется, ни коньяку, ни колбасы. Вот я тоже сидела одна, ничего-то мне не хотелось. Тут психолог спросил, а чего же мне хочется? И я стала думать, и оказалось, что мне захотелось и коньяку, и колбасы. И моя психолога дала мне задание в течение недели делать только то, что хочется, и не делать того, что делать не хочется. Я подумала, что терять мне нечего. У меня особо нет таких каких-то обязанностей, которые я должна была выполнять через не хочу. Хотя есть, но об этом позже. И, в общем-то, я решила попробовать. Вообще, в самом начале я думала, что если я буду делать только то, что хочется, то я буду только тупить в инстаграмчик, смотреть сериалы, есть пиццу, шоколад. И ничего полезного я делать не буду. Да, и пицца, и сериальчики, они были на той неделе, когда я делала это задание. Но, к моему большому удивлению, это было не единственное, чем я занималась. Я не делала то, чем я изначально планировала заниматься на карантине. То есть это обновление сайта, работа над регулярностью постов в инстаграм. Вот это все я вообще не делала на той неделе, когда выполняла упражнения. И вдруг со мной что-то случилось, и я стала делать вещи, которые раньше не делала. И плевать, что обо мне подумают уважаемые люди, и плевать, что это вдруг никому не нужно. Но мне это приносило удовольствие, и я сделала и делала. Например, у меня когда-то была идея собрать в одну кучу всю информацию, которую я знаю по фотографии, то есть про работу со светом, про общение с моделью на съемке, возможно, про общение с клиентами. Про то, где брать вдохновение, ну и какие-то фишки, которые я использую в своей работе. Вот мне когда-то хотелось все это собрать. У меня была в голове идея сделать обучащий курс, но я понимаю, что это какая-то такая грандиозная задача, и поэтому я к ней никогда не подступалась. А тут вдруг мне захотелось просто сесть и сделать вот эту вот часть вот этой вот задачи. То есть я составила структуру, как это все, как все это я вижу, и написала целую главу про свет, то есть про работу со светом, про то, какой он бывает, как я его использую, ну и в общем-то про свет. Я пока не знаю, как я это буду использовать, оно у меня пока лежит там в недрах компьютера, но я думаю, что идея придет ко мне дальше. И вторая вещь, которую я сделала, была самой неожиданной для меня. Я сделала канал на ютюбе, тот, который вы сейчас смотрите. То есть это вообще не входило ни в какие мои долгосрочные планы. И я вам больше скажу, если честно, то я очень стесняюсь, стеснялась, наверное, показываться в режиме говорящей головы в инстаграме, например. Я никогда этого не делала, мне все время было очень страшно, все время хотелось попробовать, но было страшно. И я никогда этого не делала и думала, ну когда-нибудь. И вот это вот когда-нибудь, оно случилось. Правда, не в инстаграме. И самое забавное, что мне это понравилось, то есть в этом я вижу такую точку работы над собой, то есть я, во-первых, знакомлюсь с собой, я не привыкла видеть себя на видео, то есть какая у меня мимика, как я говорю, как я выгляжу, как я формулирую свои мысли. И мне понравилось, что я могу сама за этим наблюдать, могу над этим работать. Ну и самое главное, выяснилось, что мне есть, что сказать, и главное, зачем это говорить. И поэтому, да, я завела свой канал и даже записала сразу мое первое видео. Оно как раз про выход из зоны комфорта, про неидеальность. Если хотите, можете его посмотреть. Оно мне далось очень сложно. Я его очень долго перезаписывала, удаляла, перезаписывала снова, там, по-моему, пару минут. Но я на всё вот это вот, на создание его потратила, наверное, часов шесть. Но я думаю, что на того стоило, потому что вот в этом канале сейчас для меня очень много ресурса. То есть таким образом, когда я получила задание и решила позволить себе делать только то, что хочу, освободилось большое количество энергии, которая не стала распыляться вот на эти вот вопросы, о том, кому это надо, что обо мне подумают, вот на эти сомнения. Мне было всё равно. Я делала потому, что получала удовольствие от процесса. Кроме этих двух вещей я делала всякие ещё другие вещи, но, наверное, не такие глобальные, не такие новые для меня. Там это были стоки, я решила вернуться на стоки, стала очень активно грузить. Ну, я так, ну, не буду уже этого касаться. То есть я вам рассказала о тех двух глобальных вещах, которые я делала. Ещё у меня есть две вещи, которые я поняла и хочу вам рассказать. Первая вещь — это планирование. Оно у меня не очень работало, и я поняла, почему, но этому я хочу посвятить отдельное видео. А вторая вещь — это то, как я поработала с НАДО. То есть есть такие вещи в жизни, которые, бывает, что ты делать не хочешь, но их делать надо в силу каких-то причин, и у каждого эти вещи свои. У меня такая вещь — это физическая нагрузка, занятие спортом. Чаще всего для меня физическая нагрузка, она подпадает под «хочу». Но иногда ничего не хочется этого делать. Не хочется расстилать коврик, не хочется надевать форму, не хочется шнуровать кроссовки, не хочется разбирать, собирать гантели. То есть так вот прям не хочется. Но я заметила уже за собой, что вот такая вот физическая нагрузка регулярная, она помогает мне держаться, она делает меня как будто сильнее. Она даёт какую-то энергию, которую я направляю на свои другие дела. И если я долго не занималась никакой активностью, то я превращаюсь в медузу, такая получается апатия, ничего не хочется, и какие-то вот эти сомнения опять со всех сторон меня окружают. И поэтому я считаю, что вот именно спорт в моей жизни, он нужен. Я без него не хочу, потому что он мне помогает. И когда я поняла для себя, что вот что я больше не хочу. Я не хочу разворачивать коврик, расстилать и шнуровать кроссовки. Или я не хочу быть медузой и апатично лежать, и не хотеть ни коньяку, ни колбасы. Вот что больше я не хочу? Выбор очевиден. Вот на такой, надеюсь, позитивной ноте я сегодня заканчиваю. А в следующем видео я, наверное, расскажу, какие озарения у меня пришли по поводу планирования, делания нескольких дел одновременно, ведения нескольких проектов одновременно. Я надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее мое откровение. Если да, то напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Вдохновил ли вас мой опыт на то, чтобы попробовать, я не знаю, неделю, пару дней, один вечер посвятить себе и разрешению себе делать только то, что хочется, и не делать того, чего не хочется. Если вы вдруг решитесь провести такой эксперимент, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет реально очень-очень интересно это услышать. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.